здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут морозова ирина я специалист инвестиционного департамента компании альпари наш еженедельный обзор посвященный пам счетам сегодня как всегда в 16 30 давайте для начала проверим все ли у нас в порядке со связью все ли меня видят и слышат пожалуйста в чате поставьте плюсики здравствуйте александр отлично елена вы к нам вернулись давно вас не было с возвращением у нас замечательно если есть первые плюсы следовательно видео и звук присутствует камера я вижу что у нас все в порядке замечательно тогда начинаем и приступаем к нашим памам и посмотрим что у нас произошло за прошлую неделю прошлая неделя выдалась относительно спокойной вы это увидите и по лидерам и по управляющим портфельным не очень большая волатильность доходности то есть небольшая разница между лидерами по приросту и по убыткам все достаточно спокойно тихо но по большей части в нужном направлении давайте перейдем непосредственно к цифрам и посмотрим что и как у нас происходило естественно начнем с общей статистики отчет за период мы рассматриваем с вами последнюю неделю пятницы ой простите все уже последнюю неделю мая последнюю весеннюю неделю с 25 по 29 мая количество памов чуть ниже среднего объемы снизились и по инвестициям вероятно и инвесторы управляющие последнюю неделю весны посвятили скорее прогулкам чем инвестированию совсем не инвестиционное настроение но возможно это еще связано с тем что сейчас постепенно обороты и количество счетов будет снижаться все-таки на лето потому что многие уезжают в отпуска такое мы наблюдаем каждый день каждую неделю ли все мне уже сегодня все перебрала каждый год конечно на лето снижается немного темпы и объемы люди больше отдыхают чем инвестируют лидеры роста на период давайте сначала естественно как всегда с лидеров роста счет он ли трейд первое место плюс 68 процентов и внимание это управляющий который вторую неделю подряд становится лидером роста за период прошлой неделе было плюс сто восемьдесят восемь процентов на этой неделе плюс 68 но как мы погромче сделайте пожалуйста у себя погромче на колонках потому что я говорю в полный голос и если я буду кричать это будет остальным уже не очень приятно сделайте пожалуйста громче себе на компьютере или на колонках не знаю где у вас там настройки звуков много разных же и и так управляющий несмотря на то что вторую неделю лидер по росту даже локальный максимум предыдущий не обновлен все выглядит достаточно печального данного управляющего возможно конечно мы увидим феерическое возвращение к историческим максимум но пока все отнюдь не так хорошо даже в общую текущая доходность не очень высоко поэтому конечно интересы этот счет пока вызывает мало меня плохо слышно как же так минуту пожалуйста сейчас попробуем разобраться потому что никаких обычно проблем с этим делом не бывает я могу микрофон еще теперь лучше слышно вот сергей говорит и один и второй что слышно все отлично вероятно до кого-то звук дальше не доходит вот я сделала микрофон уж совсем высоко теперь надеюсь всем будет прекрасно слышно отлично он всем сергеем сегодня хорошо слышно и так значит мы возвращаемся к памом отлично спасибо всем кто отписывается я хоть ориентируюсь все ли у нас нормально со звуком с видео итак возвращаемся к памом по лидеру роста мы поняли с вами вроде бы все у него прекрасно красивые цифры но в общем статистика пока удручающие эльбрус все еще держится на плаву несмотря на то что наблюдали мы его несколько раз в лидерах по убыткам сейчас вернулся в лидеры роста пытается пытается восстановиться и счет rd тоже прошлую неделю он был у нас также в лидерах роста плюс 108 процентов этой неделе 308 сегодня у нас такая ситуация редкий случай когда прям два сразу управляющих два сразу по мы повторяются во вторую неделю а вот лидеры потерь за эту неделю сменились но при этом и снизились убытки минус 34 процента максимальный убыток среди тех кто в рейтинге и мы давайте посмотрим это miracle трейдинг один из таких известных счетов и достаточно давно существующих уже почти три года и мы видим что после попытки восстановления с просадки двух резких скачков вверх сейчас снова наблюдаем у управляющего обратный скачок вниз причем вся неделя управляющего явно задалась не лучшим образом пам агрессивный и это легко заметно сразу даже по характеру графика если даже не обращать внимание на показатели и конечно с учетом что от максимума еще просадка не восстановилась только попытка восстановки восстановления если вы рассматриваете такие счета учитывайте что это все-таки будет агрессивные точки для входа поскольку мы видим и счет в принципе с агрессивной стратегии и пока только разворот даже не четкое восстановление в данном случае 2 3 место достаточно скромно минус 23 минус 21 удивительно даже за неделю что такие не очень крупные убытки у некоторых бывают и внутри дня побольше лидеры прироста инвест счетов первое место он ли юсд рубль подвинул хорс и рублевый и долларовый но мы с вами увидим что эти счета вообще это всюду ушли фрея на удивление вернулся в список популярных счетов ну и плюсик тоже уже как-то наблюдали фрея на удивление так быстро возвращается доверие к управляющему что очень очень сомнительно на самом деле итак мы смотрим с вами он ли юсд рубль как счет который находится на первом месте по приросту инвест счетов за прошлую неделю за сегодня уже видим просадку достаточно значительно уже говорили много об этих управляющих значительно больше я думаю вы можете услышать от управляющего который на прошлой неделе в новгороде в нижнем ввел выступал и рассказывал про свой пам и вроде выкладывали на ветке форума ссылки можете поспрашивать возможно для себя извлечете какую-то интересную информацию может быть отчасти такой прирост и обоснован тем что управляющего дополнительная реклама в виде клубных дней в филиалах итак а мы с вами переходим к лидерам по портфелям тех кто по количеству максимальное количество портфелей были добавлены и по средствам через портфели проинвестированный такой портфельный рейтинг у нас скажем он ли юсд рубль на первом месте мы с вами видели и там его и тут вернулись выделены они черным но это скорее не новички а просто возвращение старых героев в эти списки и самурай возвращается по популярности среди инвесторов после восстановления и фрея ну и шутинг стартрейдинг в принципе обоснованно достаточно присутствует в этих списках единственное на прошлой неделе его хорсе оттеснили сейчас он снова с нами по лидеры ввода средств портфеля в принципе список достаточно стабилен меняется у нас местами в основном управляющий на удивление тут мы наблюдаем десятник причем сумма не самая большая в приросте возможно обосновано это появление его просто приходом какого-то одного или двух крупных инвесторов и переходим с вами сразу к таблице сводной и посмотрим по результатам самурай на первом месте за прошедшую неделю с доходностью плюс 6 и 4 процента мы конечно же перейдем посмотрим как и положено не рассматривали уже по моему его несколько недель и сейчас после просадки все выглядит достаточно приятно для инвесторов особенно стойкие кто смог пережить эту просадку которая на самом деле от максимума была не такая высокая то есть если мы посмотрим то от максимума было все достаточно скромно около 20 процентов то есть если инвестор шел осознанно на шаг инвестирования в данный вам счет учитывая его историческую просадку в 47 процентов то в принципе 20 этим можно было переждать но настораживает тут на самом деле у нас другое это характер данной просадки потому что мы если откроем с вами график инвестиций то увидим что управляющего в практически в два раза инвестиции снизились даже на минимуме чуть больше чем в два раза то есть при просадке в 20 процентов средств ушло 50 ну я так округлю значит большое количество инвесторов просто выводила деньги опасаясь просадки что мы наблюдали при этом в графике и кп то что и кп неуклонно рос то есть ну тут сложно говорить о том что было там усреднение серьезное мартингел поскольку и объемы достаточно крупные и таких последовательных увеличений объемов мы не наблюдали но что мы наблюдали управляющий не корректирует позиции при выводе средств особенно там если мы будем подробно сравнивать в какой момент больше всего денег уходило в какой момент управляющего возрастало и кп чем это грозит в данном случае получилось все достаточно неплохо что управляющего развернулась цена там в нужную сторону и все восстановились все рады то есть восстановление это вот столь быстро произошло за счет того что и кп выше чем мы наблюдали ранее да поэтому он быстро восстановился в противном случае если бы цена продолжала идти против управляющего управляющий бы не закрывал позиции и инвесторы наращивали бы свой уход вот это кривая и кп да если бы мы по клоузам смотрели она бы неуклонно быстрее росла и доходность бы снижалась гораздо более большими темпами с каждым крупным выводом и чем дальше тем быстрее шел бы в данном случае слив тут мы видим конечно идеальную ситуацию когда управляющему повезло все развернулось все замечательно но сигнал для инвесторов о том что на самом деле все не так благополучно на этом паме и не так все хорошо уже дан и вывод тут стоит делать конечно что все таки фиксироваться периодически на росте на достижение следующих максимумов просто необходимо поэтому можно конечно управляющему доверять верить в его опыт но учитывать такие моменты тоже необходимо итак мы с вами очень подробно так поговорили об этой ситуации далее переходим он ли юсд рубль уже смотрели прошлой неделе плюс 5 и 7 процентов и пока все очень безоблачно плюсик плюс два восемьдесят четыре причем обратите внимание у нас опять такая неделя что подавляющее большинство управляющих портфельных в плюсе в ну не самом большом на этой неделе но все таки пока движется в нужном направлении даже фрейд который мы так долго наблюдали убытки восстанавливается и растет уже с меньшими темпами чем две недели назад но тем не менее пока в плюс причем неделя началась хорошо а мы видим что конец недели уже печальнее печальнее управляющего пошел павлик также закрыл неделю в плюсовой зоне и с минусом из портфельных управляющих здесь десятник и стабилити турбо с учетом что практически стабилити турбо не сдвинулся с прошлой точки минус 0,41 процента это даже не серьезно не просадка ничего так легкое движение поэтому наверное даже не будем заострять внимание поскольку счета стабилити практически каждую неделю смотрим хотелось бы уже каких-нибудь новых имен хоть задавайте вопросы ищите новые имена то все же одни и те же а новое имя мы с вами увидим в первой двадцатке рейтинга на что сейчас в принципе и смотрим ох как у меня красивая таблица сместилась на одну циферку ну ладно не обратим на это внимание думаю итак кто у нас отличился на этой неделе конечно же отличили счета хорс причем как-то я один только рублевый выделила конечно же стоило и долларовый выделить хорсы потерпели неудачу что я не раз говорила ступеньки не всегда могут продолжаться только в нужном направлении после ступенек обязательно будет горка и горку мы в очередной раз увидели но пока не до самого низа естественно с этим убытком и много инвесторов ушло и новые не хотят приходить это мы видели с вами что нету хорс ни рублевого ни долларов среди лидеров по приросту инвесторов или по суммам и перемещение по рейтингу оказалось для такой горки очень и очень быстрым с первого второго места сразу на одиннадцатое на четырнадцатое сместились эти счета также и для новичка рейтинга которого мы на прошлой неделе рассматривали аппериокулус тоже чуть что чуть просадкой сразу достаточно быстрое перемещение это кстати такой момент интересно что касается молодых счетов которым там по три по четыре месяца с одной стороны они имеют возможность быстро в рейтинге появится высоко именно на высоких позициях но при этом каждая просадка каждый процент очень сильно влияет на нахождение позиции в рейтинге мы видим с вами перемещение достаточно большие по 5-6 но в примере с хорсом по 13 позиции рейтинга а вот новичок которого мы с вами посмотрим making money сразу на двенадцатое место из полного списка пришел этот пам счет тоже молодой 3 месяца 2 дня то есть буквально в пятницу он только-только оказался в основном рейтинге и в принципе пока для трех месяцев доходность 93 процента очень и очень хорошая даже агрессивность можно было бы выше в данном случае получить но это не единственная причина по которой мы поставили бы этому счету агрессивность по торговле пока все выглядит конечно достаточно скромно у управляющего и по икп тоже мы видим вот на максимуме почти до 30 доходило то есть это пока такой умеренный счет в декларацию управляющий задает максимальную просадку до 30 но при этом и дневную убыток до 20 немножко не сопоставимо в данном случае то есть управляющий не рассчитывает на то что у него максимальная просадка может достигаться в течение нескольких дней вероятно максимум тут пару дней просадки и все дальше уже должно быть восстановление вот этот момент немножко настораживает сопоставлял ли управляющий свои максимальные дневные убытки и максимальную вообще просадку возможную на счете управляющий комментариев немного дает по своему паму но интересный момент так не туда я зашла в торговлю нам конечно же нужно по торговым инструментом в данном случае мы видим того из немногих управляющих кто открыл диаграмму торговых инструментов она показывается задержка в один месяц но тем не менее мы видим что управляющего очень широкий разброс инструментов по которым он работает но в основном прописывает декларации пару всего инструментов но работа вероятно управляющего ведется достаточно активно и к вопросу о том что повышать все таки для себя риски таких молодых счетов и начинающих почему мы сейчас с вами дойдем до счетов в архиве он конечно всего лишь один но цифра минус 96 процентов за 9 месяцев и если откроете посмотрите там график то в принципе не очень впечатляющий для инвестора конечно из чего мы можем делать вывод что управляющий не так пока эффективно работает возможно он учел все не исправился потому что все таки это было три года назад но тем не менее такая такой счет присутствовал на его истории и пока нам кроме как на него опираться больше не на что но в принципе молодой агрессивный счет на начале роста можно попробовать для тех кто ищет новых управляющих для себя что касается основной части я завершаю вопросы давайте переходим к вопросам посмотрим может быть у вас у кого-то появились чегет почему сто пятьдесят первое место вы знакомы вообще с формулой расчета справка краткое описание формулы расчета рейтинга по эффективности итак рейтинг учитывает показатели дневной доходности показатель дневного используемого кредитного плеча аферту и коэффициент повышающий ближайшую историю то есть то что было три года назад у чегет мало влияет на текущие результаты давайте посмотрим за счет чего могло быть такое перемещение во многом за счет того что и кп в периодах достигает до 50 то есть когда управляющего внутри дня доходность достигнута с достаточно высоким и кп это ему влияет скорее отрицательно даже если эта доходность была положительная но и кп была высокая то он за такой результат получит мало баллов потому что приветствуются те которые получают хороший результат при невысоком риске поэтому в принципе обосновано что управляющий не очень высоко поднимается тем более мы видим что максимальные убытки внутри дня убытки управляющего у данного были достаточно высокие но вообще счет ну вот из рублевых особенно которых не так много один из самых интересных может быть не долгосрочный среднесрочный хорошо подходит для спекулятивных инвестиций таких чтобы фиксироваться именно на максимумах стараться ловить просадки ну и конечно все-таки с мониторингом несмотря на три года а ну еще и оферта обратите внимание 45 процентов практически максимальные вознаграждение и расчет раз в месяц это уже отодвигает пам на несколько позиций по рейтингу то есть идеальная оферта для инвестора это с расчетом раз в полгода выплаты вознаграждению то есть реже платить ну и с минимальным процентом какие максимальные средства в управлении были у одного любого по вам счета на вашей памяти зайдите на фрею посмотрите по моему фрею пока никто не переплюнул что это такое бывает бывает иногда вот по-моему вот в этой точке 4 миллиона долларов в управлении было управляющего по моему вот это самое большое было управлению одного пама пожалуйста александр вопросы относительно технических доработок пишите на форуме я не могу вам отвечать на такие вопросы в на семинаре это не в моей компетенции тем более ну вот меня всегда такие вопросы забавляют скажите пожалуйста вы приходите в супермаркет говорите а почему у вас нет желтых помидоров когда вы привезете мне желтые помидоры или приходите в сбербанк говорите а когда вы введете новую функцию ну то есть достаточно странно компания работает развивается и каждый раз отчитываться каждой новой добавленной кнопочки пожалуйста ожидайте все новости на сайте на форуме уж на семинаре точно это обсуждать не будем вопросы по существу у нас есть о памах о статистике памов морозы фикс давайте посмотрим так морозы фикс так управляющий достаточно агрессивный и по максимуму агрессивный и мы видим что в данном случае у нас от обновления максимума которое было в середине мая причем уверенно к этому максимуму шел управляющий сейчас к сожалению произошел перелом и идет счет в просадку конечно если учитывать вообще подобные просадки управляющего возможно кто-то рассмотрит это как точку входа но мы уже наблюдали как-то рассматривали этот пам что увеличивается все таки и кп управляющего на просадках и увеличивается очень и очень не слабо поэтому вполне возможно что при текущей просадке давайте вот так мы увеличим чтобы было нагляднее мы увидим опять схожую картину по наращиванию позиции управляющего вот сейчас увеличили и видим что есть еще такие промежутки с наращиванием позиции возможно это отчасти связано опять таки с отсутствием корректировки при выводах ну и наличие усреднения соответственно если наметится тенденция по выходу из этой просадки то она будет вероятно носить такой же достаточно резкий характер как и в предыдущих случаях но имейте ввиду это будет и крайне агрессивная сейчас точка для входа и естественно если вы успеете вырасти вместе с управляющим рискнете сейчас зайти на этой точке то выход будет достаточно быстро и необходимо будет зафиксироваться на максимуме причем мы видим что по икп вот тут если еще раз перейдем что такого активного пока наращивание по позициям не было возможно еще увидим подробный подобный рост по данному графику к сожалению мы не видим да какими инструментами работает управляющий следовательно еще наращивание позиций по данной просадки не было так что вряд ли это ее предел топ-мастер топ-мастер какой из 20 памов ну не 20 конечно но там красота же что говорить о топ-мастере счет который заслуживает внимание топ-мастер эскалатор по-моему вот этот вот который красивее красивее всех выглядит у него счет на этом паме есть инвесторы которые умеют зарабатывать по графику инвестиции это видно то есть мы видим зашли инвесторы в понедельник управляющий заработал инвесторы тут же вышли такой своеобразный очень график используемые инвестиции вот это способ заработать на таких памах комментировать особо стратегии управляющего можно если посмотреть другие его памы с кочергой как это называют в народе с резким падением доходности вниз то есть если рассматриваете регулярно фиксируйте свои результаты выводите деньги после каждого прибыльного практически дня конечно и управляющим тогда вы будете каждый раз рассчитываться но и будете застрахованы от того чтобы терять вашу прибыль и вашу основную инвестицию то есть это такая пока единственный пример по моему длительных ступенек апендап тоже уже спрашивали и давно мы его не смотрели 6 месяцев агрессивные опять таки пам счет мы с вами видим что же управляющая декларацию это не заполняет а мы пока архив откроем и посмотрим как выглядит график доходности график доходности в принципе для агрессивного памма выглядит соответствующим образом что доходит иногда свыше 60 по и кп но что мы тут наблюдаем в основном торговлю внутри дня естественно оценивать нам стоит в первую очередь тогда график доходности установив по часам и возможно если бы мы могли с вами посмотреть еще подробнее чем по часам мы бы увидели какие-то варианты наращивания позиции или нет но в данном случае часовой график нам таких открытых заявлений не делает о том что позиции наращивается вот конечно вот тут возможно по закрытию и кп можно сделать какие-то выводы о том что идет закрытие нескольких сделок подряд но тем не менее даже несмотря на то что управляющий торгует внутри дня и в начале закрытию в основном уже выходит в плюсовую зону волатильность внутри дневная у него остается достаточно высокая за счет чего он и получает максимальный уровень агрессивности поэтому если рассматриваете то исключительно как агрессивный спекулятивный счет для того чтобы фиксировать достаточно быстро свои прибыли и убытки максимальная дневная прибыль перекрывает дневной убыток но тоже обратите внимание 37 процентов 38 практически внутри дня конечно же это нам говорит о том что потерять с этим счетом можно очень и очень быстро так что если зашли заработали нужный вам процент вышли вовремя зафиксировались ну и явно не на такой максимальной точке на которой сейчас счет находится лучше подождите просадку и заходите с просадки ну вот закрыты в архиве 11 дней ну и за 11 дней управляющий вообще нам толком ничего не показал тоже на самом деле вот когда совсем архива нет и других счетов тоже мало можно сделать выводов и немножко настораживает отсутствие истории непонятно на что ориентироваться они все его по юсд к чему это было топ мастер топ мастер все по юсд может быть тут все по доллару куда бы деться без него от него а в п александр где же вы достали то эту легенду когда-то легенда пам сервиса один из самых перспективных и интересных памов сейчас же все очень и очень печально и печально на самом деле уже давно начиная от вот этой просадки после которой он долго не торговал ну конечно же сигналом стало и обновление нескольких минимумов подряд несмотря на то что пам пытается и что-то делает и управляющий долго показывал хорошую историю конечно же стратегия результата не дает я не знаю пересматривал он что-то менял что-то но даже если менял делал это явно не в лучшую сторону потому что даже намеков на выход на восстановление никаких нет давайте мы посмотрим наверное там все что можно было обновлять максимальный относительный убыток у него очень стабильно и очень аккуратно обновляется тот случай когда грустно что уходят такие легенды как а в п но тем не менее давно пора было признать что а в п себя изжил и попытки вот эти движения ни к чему увы не приводят поэтому не думаю что а в п в ближайшие перспективе хоть как-то может быть интересен для инвестора ну конечно если вы все еще с ним сидите с максимума ждете попыток восстановления ну вряд ли мы увидим восстановление уж тем более в ближайший год ну либо если управляющему сильно повезет и он наугад начнет торговать и сразу вверх но зато вспомнили легенду эх такие счета уходят в никуда а красиво шоу я думаю среди инвесторов кто давно спам сервисом были тех кто те кто сумелся в п заработать очень и очень хорошо вопросы закончились судя по всему судя по тишине в чате закончим на печальной ноте вспомнив легенду овп сколько таких легенд было но к сожалению рынок форекс с рис слишком капризен давайте тогда возвращаться в класс раз вопросы закончились напомню что новый месяц естественно с новым расписанием семинаров завтра в 7 вечера будет семинар для управляющих пам счетов для тех кто хочет открыть пам счет торговать настраивать его и так далее общий обучающий курс как стать управляющим в 7.00 по московскому времени через две недели в это же время вы сможете посмотреть семинар уже для инвесторов секреты успешного инвестирования конечно в другое время есть те же семинары которые ведут наши коллеги из других офисов но вот это курсы именно из московского офиса кому интересно спасибо вам большое за внимание поздравляю вас всех с началом лета и чудесным праздником днем защиты детей возможно кто-то еще из вас считает себя ребенком ну это наверное хорошо когда в каждом живет ребенок а не только нудный и скучный взрослый хорошего вам настроения хорошей инвестиционной недели начало месяца как всегда обещают много новостей и статистики а соответственно большую волатильность на рынке я думаю что на следующей неделе нам будет о чем поговорить всего доброго и до свидания до свидания Продолжение следует...